Привет, зритель! А чё б не снять на телефон управляемой палкой, точнее на палке стоящей. Я сейчас была в Ашане. Кошка! Это не тот ролик, где ты можешь сигать в камеру. Он не для тебя и не на менее минуты. Короче, и купила земли. И 5 литров. Она типа для рассады, но мне надо тупо пару алоэ пересадить и возможно ещё один цветок, если его кошка не совсем съела. И 29 рублей с копейками. Грубо говоря, 30 рублей в Ашане, земля. Вот такой пакетик. Последний раз я подобный пакетик за 100 рублей у нас в цветочном покупала, чуть было не сказала, на механке. Я купила всякого такого, у меня был список литературы. Так, телефон не эта самая. Так что он не хочет нормально становиться. И ещё зашла в миндаль. И хотела я вообще в Ашане посмотреть, но в Ашане не было. Последний раз я покупала год назад, они стоили полторы тысячи за килограмм. Там какая-то дофига скидка на Вайберис. Хорошие орешки, я их называю молочные зубы, потому что я стабильно забываю название, но это кетровые орешки. А сейчас они так дорого стоят. Тысяча рублей за 500 грамм на этом самом Вайберисе или на Азоне. Тут, короче говоря, 200 рублей за 100 грамм. Тут 100 грамм. Если верить весам миндаля. Ну, там, короче, получается, что килограмм 2000 рублей. Я ещё подумала, что если дороже будет, то брать не буду. А если типа того, то возьму. В общем, вот у нас чек у меня оттуда сохранился. А вот насчёт Ашана я хотела сначала всё с камеры сделать, башка помыть, либо какой-нибудь марафет на башка сделать и записать лицом в камеру. Но чека мне не дали. Почему мне не дали чека? Ты можешь узнать, почитав мою телегу. В телеге не обязательно регаться. Ссылка там, как бы, ну, можно зайти даже с телефона. Вся проблема заключалась вот в этих орешках. Потому что мне пробили не то. Я сначала подумала, так расстроено, вот пробили не то. Оно стоило явно дешевле и как бы может идти домой. А потом подумала я, а зачем мне тратиться на то, что я не покупала? И как бы это, ну, отдавать деньги не пойми за что. И я подумала, что этот человек на кассе, возможно, не только меня так это облапашивал. И я пошла вежливо ругаться. Сначала спросила, вы почему-то мне пробили в чеке два раза брюссельскую капусту, которая на самом деле брокколи. И фасоль два раза почему-то пробили, хотя их всего лишь по одной. Ну, мне там сказали, что, типа, если она больше килограмма, то пробивается двумя сразу в чеке. Первый раз такое слышу. Ну, и кейс, что, короче, вот этот кэш и он идет эконом-класса. 660 рублей за килограмм. 660 рублей 98 копеек за килограмм. Он сушеный. Тут на 149 копейками вышло. Вот чек на него у меня остался. И смотри, вполне себе такой меняем кэш и я последний раз покупала полкила кэш и за 300 с чем-то. Ну, грубо говоря, 330 рублей полкило должно быть. Тут 660 за килограмм. Тут, значит, у меня на 148 вышло. И видела за 350 с чем-то, за 300, кошка ты непрозрачная, 70 с чем-то, допустим, в доброцене или в светофоре. Но он так выглядел, что как-то было боязно на него даже смотреть. Тут вполне нормально, немножко взяла так. Не то, чтобы я супер хотела кэш, я просто увидела, думаю, у меня до этого был сырой, кажется, я тут сушеный. Почему бы и нет? Вообще, я туда ехала за заморозкой. У нас в магните есть, вот моя цена магнитовская, по 160, короче, и по 150 за пакеты за 700 грамм. А тут я скину потом в Инстаграм и в Терегу фотку этой цены, потому что я как конкретный такой очкарик. Зрение у меня без очков минус 13,5, и в очках чуть получше. Не могла разувидеть цену, я ее сфоткала. Сначала на приближение, а потом просто сфоткала и увеличила. И тут у нас брокколи. Если верить чеку, то тут чуть больше килограмма. Ну, по весу, да, она чуть больше килограмма. И она, по сути, по сумме стоит дешевле, чем, допустим, в магните, это самое брокколи за 700 грамм. А тут у нас фасоль. Я просто тут как-то купила в Ашане чуть-чуть того, чуть-чуть другого, и сделала, ну, сварила немножко, так добавила сливочного масла, и захомячила, слушайте, так вкусно. И можно паровую сделать, и тоже вкусно. И причем она, вот, смотри, такая зеленая. Вот каждый день фасоль, она не такая зеленая, она по цвету, как уже переваренная и замороженная. А тут она именно, ну, нормального цвета зеленого. И тут типа как бы килограмм. Я за ними в основе ехала, еще за парой штук. Но мясо на кости, типа, как вот в магните, в пятерке продается. Я один раз покупала в Ашане, но было намного дешевле, и как бы нормально порезанная, вот, траву, типа, называется. Его не было. Орехов, которые я хотела, я купила в миндале в итоге. И муки топиоковой не было. У меня просто есть топиока в шариках очень мелких. Я ее попыталась измельчить, но процесс, ну, не совсем то. Вышла, она на конца не измельчилась, очень крепкая. Я потом что-нибудь соображусь с ней сделать. Не хочу я этот жемчужный чай из мелкой топиоки. Я очень надеялась, что мне это не помялось, потому что сверху была вот эта вот и еще земля. Тут у нас виноград в Тайфе. В магните он у нас одно время был меньше сотни, мне он нравился. Он с косточками, конечно, но можно косточки сажать и можно выпрыгнуть. Там по 109 он, кажется, был за килограмм. Были финики дешевле, 150 рублей за килограмм я взяла немножко. У меня как бы есть свежие финики из миндаля, месяца два назад купленные. Ну, или, может, полтора месяца назад, не знаю. А тут что-то захотелось фиников. Просто последний раз я покупала за 165, по-моему, рублей в килограмм на Вайтберест, а сейчас они 175, те же финики. А тут как бы дешевле, но просто захотелось немножко фиников. Кошка, убери свой хвост из камеры. 53,99 с птичкой. Мне даже на кассе из плюсов мадама предложилось снять 18. Ну, у вас там на карте 18 баллов. Списываем? Давайте списываем, я вас редко бываю. Короче, вот, горошек зеленый. Ну, как бы у меня 14 февраля грядет день рождения. Мало ли я решу салатик сделать или в ешечку, да? Пригласив к себе пару своих подружечек. Что-то я прям как один товарищ, знакомый общий, говорю. В общем, тут хороший состав, тут нормальный горошек, не высушенный, отмоченный. Что тут у меня закрывает? Закрывает палка от этого стыдикама. Что-то она как-то в кадр лезет, блин. Я вообще первое, что увидела, это были личи. Я думаю, вау, личи, я их похаваю, либо так, либо в чай зафигачу. И еще вспомнила про девочку Юлю, которая сейчас в Казахстане или в Киркизе, я путаю, наверное, в Казахстане, которая раньше жила в Питере. Лавандер или что-то такое, у нее ник был такой лавандовый. Сейчас у нее другой ник. Ей вроде как 28 лет, а я думала больше. Но не суть важная. Она просто писала в комментах, что никогда не пробовала шелковицу. Вот шелковица немножко по вкусу смахивает на вот это вот личи. Я еще подумала, думаю, если буду писать обзор, надо будет сообщить, вдруг она увидит, поймет и попробует. Или поймет какого-то вкуса. Купила пакетик дрожжей. Тут просто дрожжи без всякой хренотени. А то редко найти дрожжи, которые с хренотенью. У меня там есть еще покупочка, про которую я говорила в шортике, в шортс. С кошечкой на 45 секундочек в самом конце роличка. Я не стебусь, я не знаю, почему так говорю, с такими суффиксами уменьшительно-ласкательными. И там тоже есть дрожжи. Я потом делаю обзорное, только черепушку помыть, а то уж она очень слишком прилизанная после улицы. И там тоже хорошая дрожжи. Короче, в общем, дрожжи купилась. 7 с лишним, ну, около 8 рублей за 12 грамм пакетика. Может, как-нибудь я поспеку. Я купила апельсин, который мне пробили, как мандарин. Апельсин был слегка дешевле, чем мандарин. Но даже товарищ, который мне помогал с возвратом того, что мне пробили не то в чеке, сказал, что это мандарин. Ну, думаю, ладно, видимо, это был такой день, когда вместо брокколи мне пробили бруссельскую капусту, вместо кэши мне пробили упаковка палочек снежка. И вместо апельсина мне пробили мандарин. Люди, когда идете в Ашан, в наш, если вы вдруг местные люди, я знаю, что полтора землекопа вроде из углича меня смотрят. Вот, когда вы идете в другой Ашан, будьте внимательны на кассе, посмотрите этот чек. Я еще, когда внимательно смотрела чек, я охреневала, почему у меня капусту и фасоль два раза пробили, ко мне подошла какая-то бабулька и сказала, а я все смотрю дома. Я говорю, знаете, если я это все посмотрю дома, мне сюда уже не доехать было со всем этим. Лучше, говорю, здесь проверить. Я купила по 17 рублей горшочки. Они без дырочек. Мне надо, короче, пересадить пару моих алои. У меня один алои пересаженный. Сейчас уж я на палке на этой. Вон там алои пересаженный. Вон там два алои, один в банке, другой в стаканчике. Там еще курага. Мандарин, который действительно мандарин. И это самое. Вон тут просыпался из пакетика фасолинки две. О, сейчас вот по поболю тех, кто ранимый не носит нижнее белье. Я увидела, я как-то покупала каждодневные трусики. Взяла 46 размер. Потому что, думаю, мало ли. Многие считают, что жирная. И 44 мне не идет. И взяла вот трусики. Они по 30 рублей. Там, по-моему, 44-48 все по 30 рублей. И одни такие трусики у меня в деревне оставлены. А тут что-то как-то, думаю, о, трусики, чё б не купить. Они там вроде как хлопок стопроцентный. Да, стопроцентный хлопок. В общем, сначала это все у меня вышло на 965 рублей. Где-то так. Потом выяснилось, что 300 рублей мне надо сделать возврат. И, в общем, 965 минус 300. 665 плюс 148 равно та цена, которую я отдала за это, не считая миндаля, который 200 рублей. У кого хорошо с математикой, можете посчитать и скинуть мне в комменты эту, как бы, цифру. Кошка, чё, что-то палкает. Я просто до сих пор ещё не изучила, не запомнила действия нижней клавиши стадикама. А, я думала, ты хочешь сожрать эту зероненькую штучку. А тебе пакетик захотелось, а да? Пакетик. Пакетик это кайфово. Короче, зритель, если ты осилил это до конца, то пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.